Добрый день, Владимир Николаевич! Мы сегодня с вами встретились в городе Серпухове на детском турнире по дзюдо памяти Романа Катасонова, но говорим мы не только о детском дзюдо сегодня с вами, но вообще о дзюдо, в большом понимании этого слова. В этом году, ну не знаю, отмечается, не отмечается, но такая круглая дата российского дзюдо, так можно сказать, сто лет как впервые дзюдо появилось в России. Но официально, к сожалению, у нас его не было отмечено. Пока он не отмечается, может быть позже, но по крайней мере нигде об этом особо не освещалось, но вот я по мере возможности пытаюсь рассказывать об этом и вот мы с вами на эту тему немножко поговорим. Да, скажу почему сто лет, потому что, как многие знатоки дзюдо знают, что 1914 год, Владивосток, Ощепков... Приехал после Японии, получил там второй день и так далее. Хочу у вас узнать, как у человека, который в дзюдо не первый год, который, наверное, вторую половину вот этого 100-летнего периода застал и... 41 год, в принципе. Да. Поэтому, на ваш взгляд, вот дзюдо за вот эти 100 лет... Понятно, что дзюдо, оно многоградно, да, но на ваш взгляд, насколько оно улучшилось, ухудшилось, насколько положительно все-таки спортивная составляющая дзюдо или отрицательно влияет на само дзюдо. Ну, вот в таком, как говорится, духе, в таком разрезе. Ну, жаль, конечно, что мы не отмечаем 100-летие и 50-летие какое-то тоже заметно в предыдущем разговоре с нами, что... 50 лет олимпийского взглядового. Да, нашего участия. Вообще, это первые олимпийские игры были под взглядом в 64-м году. Из этой четверки, к сожалению, остался только один Арунгершевич Боголюбов, которого, к сожалению, наша федерация тоже не очень-то задействует и тренеры не очень-то его задействуют. Ну, его приглашают там на семинары, но я считаю, тот опыт, который вот то поколение, первое поколение имеет, потому что оно было, ну, я не знаю, трудно сказать, богаче, но мне кажется, оно разнообразнее было. Вот, потому что такие борцы, как Олег Степанов, вот, Боголюбов, то поколение Генри Карлыш, Шульц, который, например, я знаю, каждому чемпионату страны к финалу готовил новый прием. Я думаю, наши молодые спортсмены на такие вещи не способны сейчас. Вот, то есть, к такому тактическому и техническому разнообразию и перестроению. И борьба стала, конечно, более силовая, она стала такой носить более атлетичный вид, ну, характер. Ну, вы сказали, более силовая, то есть, вообще, дзюдо, если рассматривать как борьбу, да, то раньше... Ну, то, что было заложено, да, Дзегора Конока, да, он все... Ну, понятно, все эти устои, они изменились, в принципе, его, так же, как, в принципе, и олимпийского движения, как мне кажется, изменились. Конечно, конечно. Вот. Олимпийские игры, это сейчас чистая политика, а там, где политика, это только деньги и... Да, поэтому мы не затрагиваем. Для нас понятно, ну, по крайней мере, для меня и для вас, да, что, в принципе, олимпийские игры и как такового дзюдо, они изменились. Вот. А все-таки, если раз мы в глобальном масштабе дзюдо, насколько оно вот так вот... Ну, мы видим картинку соревновательного дзюдо, да, оно поменялось. А вообще, на ваш взгляд, методика подготовки, методика тренировки, вообще, общее понимание людей дзюдо? Ну, насчет того, чтобы борьба дзюдо, какая была и какая она стала, так вы хотите сказать. Ну, честно говоря, то, что новые правила как бы выпрямили людей, вроде бы она как бы стала лучше смотреться. Ну, просто чисто восприятие, то есть люди не гнутся там. Вот. Но, с другой стороны, в два раза уменьшилось количество бросков, а зрители ждут бросков. Вот. Последняя Олимпиада в Пекине, которая была проведена, я сам считал, то есть делится там количество приемов на количество схваток. Это в Лондоне или в Пекине? В Пекине. А, в Пекине. Да. И там, например, было в среднем за каждую схватку больше двух бросков. Сейчас такой показатель я считал. Это ровно в два раза меньше. 1-1, 1-0-7. Вы связываете его это с тем, что убрали захваты за ноги? Конечно. Красивые броски. Мы вот, специалисты, всегда говорили представителям федерации, что борьбу можно исправить, и качество, и бросков лучше сделать больше. Это за счет того, что кимоно сделать нет. Ну, хорошо. Вот вы сейчас сказали, специалисты. Специалисты есть, я вот смотрю, и Международная федерация дзюдо, которая регулирует правила соревновательного дзюдо на сегодняшний день. А там есть специалисты тоже, люди, которые боролись и на чемпионатах Европы, и Мир Олимпийских игр. Они как могут позволить так, чтобы вот такой пласт техники убрать? Ну, понимаете, мне кажется, что там есть влияние очень сильного президента, и это многие вещи именно он преподносит, это его инициатива. А его помощники, они, ну, ребята такие, так сказать, не очень смелые, что ли, поддакивают, и, ну, не высказывают свою резкую точку зрения. Те, кто высказывают свою точку зрения, те прекращают. Но принцип, вы имеете в виду, это принцип команды? Если в команде кто-то против, то он не в команде? Да, да, да. Вот как я и говорил, что вот, к сожалению, такой принцип наш не наш, и кто не с нами, тот против нас. Он, к сожалению, и у нас в стране работает очень сильно во всех плоскостях, и начинают политики, экономики, и спорты точно так же. Поэтому трудно там, поэтому федерация, которая... Я бы их понимаю, что они хотят изменить джидо как-то. Вот хотят они изменить джидо, мне понятны их не, как бы, ну, позывы такие, вот они считают, кто же анализом занимается. Но я не знаю, как они занимаются анализом, когда бросков стало меньше. Когда приходит старое поколение и смотрит соревнования под джидо, они не понимают эту борьбу. Люди, которые всю жизнь отдали борьбе, и вот они приходят ветераны на соревнования, они не понимают. И они, опять же, у них девиз какой там, мы хотим создать джидо, чтобы оно было всем понятно. Я им часто задаю вопрос, как можно объяснить дилетанту, который приходит на соревнования, смотреть там свою внука или внучку там, и когда спортсмен имеет несколько бросков, и потом вдруг его снимают, они спрашивают, а за что я его снял? Я говорю, за захват за штангу, ну и что? Вот просто обыдеватель спрашивает, ну и что? Или трудно ответить. Или, например, как я помню, я задал вопрос к аджиме, когда было такое положение, вот так нельзя держать спиной, чуть голову по вину можно держать, вот так можно держать. Я говорю, а в чем разница-то? Ну, он выкрутился как, говорит, ну вот так записано в правилах, мы так и действуем. То есть многие вещи, которые сейчас есть в джидо, они как бы нелогичны. И, ну, я вам могу сказать, вот разговаривая со многими коллегами, своими специалистами, ну, наверное, более 80-90% нового правила не нравятся мне. Я говорю, ты сам, наверное, тоже читал, и, кстати, я у тебя читал на журнале, там, когда ты брал в интервью ведущих джидаистов, и все считают, что правила слишком сложные, слишком запутанные, и не надо это все было ломать. Я говорю, еще раз возвращаясь к этому, что две вещи, может быть, три надо было сделать. Я говорю, сделать кимоно мягче, рукава пошире и подлиннее, чтобы можно было брать захваты. Потому что то кимоно, которое сейчас, ну, это, не знаю, это надо руки такие иметь, как клещи, чтобы держать это кимоно, и поэтому рвутся захваты. Второй момент для того, чтобы выпрямить людей, ну, это же есть правила, и все можно убрать. Человек согнулся, одну-две секунды простоял, накажите. И все, и были бы все сохранены броски, которые прекрасны. Тот же Ката Горума, это любимый прием Джегора Коноба, основателя борьбы, как-то так, его любимый прием, его любимую технику убрали из джидо. Но это неправильно. То есть, вот с этой точки зрения, конечно, новые правила вызывают, ну, просто неудумение. Конечно, спортсмену деваться некуда, нам, тренерам, тоже некуда деваться, мы подстраиваемся под это дело. Но это не значит, что это правильно, честно говоря. Да, ну, получается, таким образом меняется, изменяется принцип, да, который был заложен Джегора Коноба, вообще развитие физических возможностей человека. Конечно, конечно. Мы убираем захваты за ноги, тренера не дают это на занятиях, это сразу уменьшает ихнее общее развитие. И где этот принцип? Ром, я считаю, что они сами запутались, потому что когда им стали задавать вопросы такие, вот, «А как же быть с катой?» А в катой есть броски за ноги. А в катой оставьте. Получается, это что, разное джидо, что ли? Ката одно джидо, а спортивное джидо другое, что ли? Это абсурд какой-то, честно говоря. Ну, и я думаю, что они просто сами думают, что, может быть, сейчас ходят слухи, что, может быть, после этой Олимпиады будет сильный возврат к старой технике, к старым доскам. Ну, я надеюсь, что-то, я доживу до этих времен, хотелось бы. Хотя, честно говоря, мои ученики, для них вот эти захваты за ноги не столь существенны, потому что у меня как раз, ну, к счастью, ребята все владеют именно классической техникой. И такой техникой, и такой, но в основном все у меня ребята борются ровно, красиво. И тот же Бакиев, и тот же Котов, и тот же Гасанов, например. Ну, и ребята, и Петя Коковкин, например, они в высокой стойке борются и выигрывают схватки за счет этих компонентов, других этих. Вы говорите много в своих интервью, что нужно, такое у вас выражение, тренировать голову. Конечно. Но в сегодняшней системе российского джюдо, мне так кажется, что это невозможно. На это нужно время, чтобы тренировать голову, нужно время. Для того, чтобы тренировать ребенка на протяжении, а тем более ребенка, чтобы его научить думать головой, тоже нужно время. Недаром проходят классы, да, от 1 по 10 класс, плюс дошкольная подготовка, ну, это к школе. Ну, да, да, да. Как нам сделать, да, начальная школа и так далее. Как же, но это время, это как минимум 11-12 лет. На это времени нет тренеров российских спортшкол, потому что система такова, требует результат, что требует результат, результат нужен сегодня. Нет сегодня результата, нет зарплаты у тренера. Выход из положения. Нет, выход из положения, в принципе, был такой критерий, и, насколько я знаю, он как бы сохранился. Я вот работал директором школы в молодости. Был такой критерий, как сохранность контингента. И сейчас же есть критерии, что платят тренера за работу не только за результат, но и за количество учеников. Это вот тот критерий, который существует, например, в западных клубах. Там дети приходятся, дети, взрослые, старики приходят просто заниматься джиду. И никто не ставит задачу быть олимпийским чемпионатом. Но это надо менять систему, систему на государственном уровне. Система спортивных школ, которая существует у нас в советское время, она сильно устарела под наше время, потому что изменились, во-первых, в финансовые условия. И школы не могут так работать, как раньше в советское время. Денег хватало на любую поездку, хоть на луну там светать, не было проблем. Сейчас, когда и количество школ уменьшилось, и количество денег уменьшилось, выделяемых на спорт, надо как раз работать качественно. И именно, кроме всего, как сказать, спортивным направлением, надо заниматься оздоровительным направлением, потому что именно из массовости выходят такие люди. А когда их тащат за уши, типа, давай, будешь олимпийским чемпионом, ну, из этого плохо получается. Вот в этой гонке, гонке за результатом, не кажется ли вам, что это одна из проблем? Вот, кстати, недавно буквально трагическая новость в российском дзюдо, да, в интернете. Молодой спортсмен погиб во время сборов. Вот эта ситуация, не кажется ли вам, что она, вот как раз-таки это порождение того, что вот эта гонка, во-первых, тренера, многие тренера заставляют гонять вес с самого молодого возраста, да, и это все способствует нехорошему развитию в дальнейшем, на органы человека влияет? Ну, во-первых, опять же, это просто наша федерация выстроила систему подготовки немножко неправильно. Дело в том, что федерация пытается отчитаться результатами по юношам, по юниорам за свою работу, выигрывая там много золотых медалей в юношском и юниорском возрасте. Но если взять статистику, из этих юношей и юниоров в сборную страны попадают вообще единицы. То есть, и поэтому я считаю, главная задача, которую должна поставить федерацию, не количество медалей на Европе и мире по юношам, а количество людей, переданных из юноши в юниоры, из юниоров в главную сборную страны. Вот как надо оценивать работу старших тренеров. А когда они отчитываются, вот я привез пять чемпионов, а получается как, что сегодня пять чемпионов, на следующий год вообще ничего нет. Настолько неравномерно идет подготовка, и потом вот эта вот фальсификация с документами, которая у нас сильно распространена среди Кавказских республик, да и только среди Кавказских республик, вот она тоже убивает в жиду, потому что выиграют ребята, которые, вот там, я знаю, уже бывает лет на 5-7 заряжают людей, ну, в смысле детей. Они выбивают эту молодежь, они сами быстро прекращают бороться. А эти ребята, которые за ними идут, они не успевают набраться международного опыта. И поэтому, когда юношеский-юниорский возраст заканчивается, те юниоры-юноши, которые боролись в европейских странах, они спокойно, безболезненно переходят в свои взрослые команды, в национальные команды. У них огромный опыт выступлений на юношеских соревнованиях, на юниорских соревнованиях. А у нас, члены сборной страны, этого опыта не имеют, потому что их выбивают вот эти вот дедушки. И, в смысле, ребята, которые попадают в сборную страны, они, получается, сами набирают опыт уже, так сказать, форсажным способом. То есть их накатывают, накатывают. Это тоже не всегда хорошо, форсаж. Вот как раз такая планомерность, вот эта вот последовательность у нас, она сильно нарушена. Вообще, извините, я хочу как бы добавить, вот то, что мы говорили именно про федерацию, то есть как вот джидо у нас в стране построено. Я еще когда работал в федерации, 10 лет назад, даже больше чуть-чуть, во-первых, мы первые тогда проявили такую инициативу и взяли, сделали проверку на возраст. Хотели очистить как раз джидо от этих великовозрастных спортсменов. И я знаю, что там у нас люди даже в финале снимали с ребят, то есть там сразу было видно, что это липовые люди. Вот хотели навести порядок. Ну, потом новый состав федерации от этой практики отошел. И вообще, я считаю, что и когда там разговаривал еще с предыдущим президентом, федерация должна заниматься именно развитием джидо. А у нас, получается, наша федерация, она как бы занимается только сборными командами. Ну, недавно же я слышал, что было открыто какое-то направление детско-юношеского джидо, якобы. Ну, его закрыли тут же. То, что там Миша Алимов, я не помню, там еще там, они пытались это сделать. Я им сразу сказал, когда мы сидели, разговаривали, это было мыльный пузырь, честно говоря. Как они хотели идти создавать это детское юношеское джидо, оно бы не получало развития. И что, в принципе, потом жизнь показала, что это у них ничего не получилось, не сложилось. Дело в том, что федерация, вот как вообще, вот вообще столько людей, сколько, скажем, работает в нашей федерации, нет ни в одной стране. Наверное, взять, если все, численность всех федераций Европы, они, наверное, не будут иметь столько людей, сколько имеет одна наша федерация. Там я не знаю, сколько работает человек. Там, наверное, больше ста человек работают, если не больше. Потому что только в одной сборной я там посчитал, сколько тренеров работает, за каждым весом отвечают и прочее. В советское время у нас не было такого. И у нас были нормальные, крепкие результаты, стабильные результаты. Так вот, о чем я опять хочу сказать, вернуться. Федерация должна заниматься развитием джидо. Федерация должна нанять менеджера по юношам, по юниорам, по взрослым, там, по девочкам тоже так и по мужикам. И все, отдать им деньги, подтвердить их календарь. И все, это менеджер должен вести. А федерация должна заниматься развитием джидо в России. Как развивать джидо? Получается, при нашем президенте, который является мастером спорта под джидо, у нас закрываются школы под джидо, отделения под джидо занимаются во многих регионах. Это что? Это как раз... Недавно, кстати, я разговаривал, извините, к вас переверю вопрос по поводу клубов и школ джидо. Туапсинская школа джидо известная. Там до сих пор нет своего зала джидо. Я недавно разговаривал с одним из спортсменов. Из этой школы, кстати, вышел и Макаров, и Морозов. Они до сих пор тренируются в обычной школе, где у них определенное время по расписанию. И они не могут, как бы, вот, все бьются-бьются с залом. С тех пор нет у них ни одного зала джидо. Ну, я имею в виду в Туапсе. То есть есть какие-то отдельные, но именно вот такого, чтобы... Ну, вот парадокс. Ну, я могу сказать, у меня зала нет. Вот у меня зала нет. Я все время перебиваюсь как-то. То есть нету таких законов, которые бы могли позволить открыть зал? То есть или чиновники не дают помещения? Аренда такие, что тренеру невыгодно работать. Он будет, получается, только работать на аренду. И то бывает, что не хватит денег на аренду, чтобы заработать. Поэтому вот работа федерации. Потому что федерация должна выходить на органы власти, делать какие-то льготы для спортивных школ, спортивных кружков, секций. Чтобы какие-то были льготы по аренде, по коммуникационным расходам, по всяким, по электричеству. А так, получается, общий подход для всех. И для коммерсанта, который там миллионы зарабатывает, и для тренера, который 20-30 тысяч заработает и уже счастлив считается. И их прибивают этими всеми такими расходами. Конечно, это неправильно. Ведь я даже недавно буквально смотрел. Вы представляете, в Голландии, я знаю, там платный клуб, прочее все. У них месячный взнос 20 евро. Представляете? Где у нас такие деньги? Я разговаривал в Европе тоже с такими системами, как в Германии, допустим. Там государство, оно так. Государство компенсирует, так как у них нет государственных клубов, но государство компенсирует родителям на занятия детей, если ребенка не платит, 40 евро в месяц. То есть, если клуб стоит, допустим, ты можешь найти на 40 евро, и, соответственно, государство тебя компенсирует по документам, ты квитанции приносишь, или найти на 100 евро. Ну, ты 60 доплачиваешь ты, 40 государства. Также система в Болгарии. Вот недавно я очень тесно общаюсь в Болгарии. Ну, разные формы существуют. Да, формы компенсации государства. Во Франции я, например, знаю, что муниципалитет взял на себя расходы по коммуналке, по всем этим делам, так как клуб хорошо раскручен, много детей. Не, ну, сейчас оппоненты могут сказать, что есть государственные спортшколы, там занятия бесплатные, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Ну, вообще, еще существует сейчас такой показатель, как расстояние, рядом с домом, все. Сейчас ведь мало людей, которые поедут с одного конца Москвы на другой. Все стараются тренироваться и... Минимизировать затраты. Да, минимизировать. Вообще, шаговой доступности все должно быть. Тогда это удобно и детям, и родителям. А когда ездить через всю Москву, это, опять же, расходы финансовые. И учитывая наши пробки, это просто нереально. У меня вот всю жизнь, вот я вроде бы давно занимаюсь спортом, у меня всю жизнь не было этого своего зала. Никогда. Вот тогда никогда не было своего зала. Я когда закончил Московский энергетический институт, мой учитель Борис Георгиевич Круза открыл для меня школу урожая в Москве. Первая школа появилась. Десять ставок было. Вот Миша Мухаммед, чтобы у меня в школе начало работать. У меня не было зала. Я вот бегал, искал, куда пристроить своих тренеров, чтобы они работали. И это всю жизнь продолжается. Потому что не меняется система, структура, законы не принимаются. А они должны все-таки, наверное, ногу со временем идти. Если федерация будет занялась этим вопросом, во-первых, честно говоря, еще раз говорю, надо полностью пересматривать систему спортивных школ, которая существует в советское время. То есть ее надо больше адаптировать под западный уровень, как это делается, создавать спортивные клубы. А уже из тех людей, которые хотят заниматься спортом, вот тогда можно уже платить государственные зарплаты тем людям. За тех людей, за тех детей, которые хотят заниматься спортом. Ведь получается как? Набирает тренеров, начальную группу, 20 человек. Вот по своему опыту скажи, Ром, а сколько людей доходит до 10 класса из этих 20? Ну, если из 22 дойдет, прекрасно. Это что? Вот представляете, мы как работаем? То есть из 20 человек, а в той же простой школе человек приходит в школу, как правило, классы выпускаются. Ну, там за некоторым исключением кто-то переезжает там и так далее. А у нас в спорте же. Вот получается абсурд, что мы как бы все время занимаемся отбором, но получается, что мы всех детей теряем, мы все время по жизни идем, идем кого-то добираем. И причем, ну, это глупость, когда тренер, чем выше у него результат, у него тем меньше людей остается. Один, два человека, это получается группа спортивного совершенствования. А куда тех делать? Вот поэтому в спортивных клубах в Европе там все просто. Есть массовка, и тренер заинтересован в каждом ребенке, потому что он приносит ему деньги, он приносит ему зарплату. Если кто-то не пришел на тренировку, он тут же звонит, интересуется, что случилось. А у нас тренеру нафиг. Есть ребенок, нет ребенка. Вроде бы он как бы числится, и он за это не переживает. А такие ведущие тренеры, у которых там чемпионы Европы, там мира, продеры, да. Ну, ему два-три человека, он тренирует, и он всю жизнь живет на этих людях. Ну, и что? Толк от этого тренера? То есть здесь вот передача, все, и надо пересматривать полностью, перестраивать систему спортивных школ. И я считаю, что самый эффективный, это, конечно, переход этих спортивных школ на клубную систему. Даже вот эти все школы можно перевести как бы на клубы и платить тренером за людей, за конкретных детей, а те лучшие, которые соберутся из всех, вот тогда за этих можно платить как в спортивной школе там. А остальную зарплату он должен делать за счет взноса. Подводя небольшой итог, все-таки, да, и резюме ваше. Вот, допустим, мы берем 100% в 100 лет джидо в России. Все-таки понятно, что популярность джидо, да, ну, опять-таки, это с возрастом. С возрастом человек становится в любом случае популярнее. Он больше находит себе поклонников, друзей, знакомых, ну, и врагов. Ну, это да, это с возрастом. А все-таки вот именно по действенности, какую степень процентности по действенности развития джидо можно... По действенности, как бы, по воздействию, что у нас, как бы, или... Ну, по воздействию именно, может быть, на массы, на... Вот, как вот, какая положительные стороны... Сколько больше положительного все-таки в российском джидо за эти 100 лет, чем, или, допустим, или отрицательного, вот, по-вашему, что больше привалит на сегодняшний день? Понятно, что все может меняться. Сегодня так, завтра может все измениться. Ну, я просто могу сказать, что, к сожалению, современный мир очень сильно изменил отношение к спорту. И сейчас, сами знаете, очень большие проблемы с набором. В наше время мы буквально чуть ли не в форточки залезали там, чтобы прибежать на тренировку. Толпы народа было, отборы были все. А сейчас тренеры с трудом набирают полностью группу. Как правило, группы многие не докомплектованы. И поэтому это одна из главных проблем, что отсутствует такая конкуренция, как раньше. То есть, здесь тоже вот надо об этом задуматься, как это исправить. Я, ну, даже не знаю, тебе посоветовую. Опять же... Но все-таки больше положительного за сто лет? Или больше... Конечно, нет. Вообще, воздействие спорта, конечно, оно... А вы говорите все время спорт. Все-таки дзюдо, в вашем понимании, это все-таки спортивная составляющая? Или все-таки это как-то типа не что-то такого вот, как... Ну, для меня дзюдо, это, конечно, вся жизнь. И вообще, я тут читал недавно, самая лучшая работа от этого, когда твоя работа является хобби. То есть, вот для меня хобби, как, скажем, любовь к дзюдо с детства, к спорту, это начинал заниматься самбо. И еще вот теперь получается, что мое хобби стало моей работой. Моим образом жизни, временем проведения, занимает все мои мысли, все время. То есть, это и досуг, и работа, и все-все-все. Вот это дзюдо. То есть, дзюдо для меня это все. Это воздух, это пища, не знаю, как еще, вода. То есть, все, что можно, это дзюдо. Вот мы давайте на такой положительной ноте, что дзюдо все-таки это... Это жизнь, это вот хобби, это то, что ты делаешь с удовольствием. Спасибо, да, спасибо. Вам спасибо. Желаю вам всего наилучшего.